Народ расходится по домам, а Иисус, ему тоже надо где-то спать, Он поднимается на гору Илеонскую, которая находится по левую сторону от меня. Но пробывает там совсем недолгое время и возвращается, Писание говорит, Иисус пошел на гору Илеонскую, в 8 главе 1 стихе Евангелия от Иоанна, а здесь же написано, утром опять пришел в храм, и весь народ шел к нему, он сел и учил их. Позиция сидя – это позиция учителя в Израиле. До сегодняшнего дня в любой синагоге, в любой ешиве Равин учит сидя. Отчасти потому, что учение долги, а отчасти потому, что таким образом воздается уважение человеку, который говорит от имени Господа Бога. И тут книжники и фарисеи, говорит Писание, привели к нему женщину, взятую в прелюбодеянии. И поставив его посреди, сказали ему, учитель, эта женщина взята в прелюбодеянии. А Моисей в законе заповедовал нам побивать таких камнями. Ну, ты что скажешь? Явно как бы искушают его. Говорили же это, искушая его, чтобы найти что-нибудь к обвинению его. Но Иисус, наклонившись, низко писал перстом на земле, не обращая на них внимания. Представьте себе, 2000 лет назад перст на земле, пыль, камни, не прутиком, как часто рисуют, не палочкой, а именно перстом на земле. Вот, наверное, как-нибудь вот так вот. Что-нибудь делал из этой серии. Поговорим сейчас об этом, что это значит. Не обращая на них внимания, когда же продолжали спрашивать его, он, восклонившись, сказал им, кто из вас без греха, первый брось на нее камень. Бесчисленное количество предположений, что же он там такое чертил на песке. Давайте обратимся к греческому тексту. Для начала, слово, которое там есть для того, чтобы чертил, имеет акцент больше на перст, чем на то, что он делал. Вся конструкция предложения устроена так, чтобы обратить внимание читателя или слушателя на то, каким образом делался этот рисунок, а не то, на чем он делался, и не при помощи чего он сделал. Указание на перст. Всего иудеи считали и считают до сегодняшнего дня, что в Ветхом Завете или в Торе или в Законе существует 613 заповедей. Для тех, кто никогда об этом не слышал, это может показаться огромным количеством. Ну, так оно, наверное, и есть. Любое высказывание, которое есть в Торе и которое предполагает поступать так, а не иначе, или наоборот, считается в иудаизме заповедей. Из этих 613 заповедей 10 были начертаны непосредственно Господом Богом на скрижалях Завета. И здесь, как мне кажется, Иисус пытается донести до фарисеев, которые привели к нему женщину и, упрекая его или искушая его, знает ли он о закон, как бы показать им, что естественно, ибо моим перстом выводились именно эти 10 заповедей. И я, конечно же, знаю, что находится на этих скрижалях, потому что именно в 10 заповедях одна из них выступает против всякого рода прелюбодеяния. Поэтому Иисус как бы в преамбуле всем своим видом показывает тот вердикт, который я сейчас произнесу, исходит из моего полного понимания и осознания того, что эта женщина, если она взята в прелюбодеяние, она должна понести наказание согласно той самой заповеди, которую я и давал. Во вначале было слово, и Иисус есть это слово. И опять, наклонившись низко, писал на земле. «Они же, услышав то и будучи обличаемой совестью, стали уходить». А что же они услышали? Дело в том, что Иисус не нарушает закон, но Он говорит, «Хорошо, если эта женщина виновна в прелюбодеянии, то она должна быть наказана, но это будет неправильное выполнение закона». Потому что, согласно Торе, люди, которые приводят взятую в прелюбодеяние грешницу, их рука должна быть первыми на жертве. Но на это они еще, пожалуй, согласились, но было еще одно условие. Они сами не должны быть виновны в подобном грехе. Только в этом случае они имеют право поднять руку или возложить руку на жертву, или в данном случае на нарушителя этого закона. Но произошла еще одна очень интересная вещь, о которой мало говорят, и мне кажется весьма показательной. Если эту женщину взяли в прелюбодеянии, прелюбодеяние невозможно совершить одному в одиночестве. Естественно, что в прелюбодеянии должны были взять и мужчину. Поэтому, естественно, для того, чтобы проводить суд, на этот суд должна была прийти и женщина, и мужчина. Здесь же мы видим совершенно абсурдную ситуацию, при которой женщину приводят, а мужчину нет. А мы знаем, что согласно Торе, наказание, оно варьировало в зависимости от того, прелюбодеяние или грех блуда был совершен замужней женщиной или нет, но наказанию подвергались оба. Здесь мужчины нет. Что наталкивает нас на еще одну мысль, пожалуй, о том, что вся эта ситуация вообще могла быть подстроена от начала до конца. И мы видим даже повод, с которым приходят к Иисусу фарисеи, или люди, взявшие женщину в прелюбодеянии, они искали, чтобы уличить его, или обвинить его, или искусить его. По сути своей, они не искали праведного исполнения суда или правильного исполнения закона. Им важно было в чем-то уличить Иисуса. Ну что ж, Иисус отвечает им полностью по закону. Он не нарушает закон. Он утверждает простую вещь. Для того, чтобы полностью исполнить праведность закона, необходимо, чтобы были свидетели, необходимо, чтобы эти свидетели не были виновны сами в этом грехе, и необходимо, чтобы их рука была первой на женщине, совершившей прелюбодеяние. Эти все три условия, по всей видимости, не соблюдены. И люди один за другим начинают оставлять сцену этих событий. Иисус остается наедине с грешницей. Ни на секунду ни у кого не должно возникнуть сомнения, что он на самом деле считает ее грешницей. Ни у кого не должно возникнуть сомнения, что на самом деле по закону ей положено побитие камнями. Но Иисус не просто смягчает закон. Он его не смягчает. Он его выполняет. И здесь мы читаем. Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей, «Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя?» Обратите внимание, он говорит, «Никто не осудил?» Это не значит, что она невиновна. Это не значит, что ее нельзя осуждать. Это лишь значит, что никто из пришедших не имеет права согласно закону ее осуждать. Обвинять? Да. Но суд, вердикт, выносится лишь на основании слов Писания. И она отвечает ему, «Никто! Господи!» Вы должны быть очень внимательны или аккуратны с словами «Господи!» Потому что на греческом языке и на иврите слова «Господь» и слова «Господин» это практически одно и то же слово. Поэтому утверждать, что она ему сказала здесь «Господь!» мы не можем. Из текста это не видно, но, по крайней мере, она видит, и она благодарна ему за его знание Писания, за его знание Торы, что он освобождает ее от неименуемой смерти. И она говорит ему, «Да, Господи! Никто!» Тогда Иисус говорит ей, «И я не осуждаю тебя, иди и впредь не греши!» Иисус не осуждает ее, потому что ее не осуждает Тора в данном случае, потому что не соблюдены все условия, которые необходимы были для вынесения суда над ней. Но я хочу вот о чем сказать. Может быть, как маленькое назидание. Мне кажется, оно особенно уместным вот здесь, с этого места, где произошли описываемые нами события две тысячи лет назад. Все прощения Господа не означают все попустительства. Доброта не означает потакание греху. И все эти слова о любвеобильности Иисуса, они не синоним того, что Он сквозь пальцы смотрит на наши грехи. У нас всегда есть выбор. И выбор не грешить самим или искать здесь и там зацепки в законе, в толковании его, или искать собственные оправдания в грехах других людей. Это то, что, по сути своей, здесь произошло, поскольку суд над женщиной не состоялся по одной простой причине, что среди осуждавших не было ни одного, кто был лучше ее. Но горе тем, праведность которых измеряется неправедностью других людей. Не к этой праведности призывает наш Господь. Он нас призывает к более высокому стандарту праведности, когда смотрит на эту женщину и говорит «И я не осуждаю тебя». Потому что в этой ситуации с этим народом, с этими людьми, которые все согрешили, это невозможно. Но добавляет самое важное «Иди и впредь не греши». Это не я, Михаил Цин. Это даже не эти камни обращаются к вам сегодня, которые были свидетелями слов Иисуса. К вам сегодня говорит Ишуа Машьях, Иисус Христос. Будем ходить в Господи и не будем грешить. Ступени храма. Зима. 2012 год. О событиях осени, праздник Кокущей в первой четверти первого столетия нашей эры. Да благословит вас Господь Бог. Поддержите ТВ-семинари молитвой и финансами. Не рассчитывайте, что пожертвует кто-то другой. Так думают многие, и хорошие проекты перестают существовать. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tv-семинари.com Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинари. Субтитры подогнал «Симон»